МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Афридом. Новости свободных народов. Далее о главных событиях уходящей недели жизни коренного населения так называемой Российской Федерации. В Иркутских поселках ввели дистанционное обучение для детей и прекратили продавать хлеб. Чечня вошла в десятку регионов с худшей обеспеченностью врачами. Проведут ли в республике Саха ядерные испытания? Стоит ли миру бояться угроз Кремля? О происходящем поговорили с экспертами. Все это в нашем свежем выпуске. В поселках Иркутской области ввели дистанционное обучение для детей. Речь идет о школьниках Бадайбинского района. Дороги там буквально утопают в грязи. По той же причине компания «Пищевик» прекратила поставку хлеба. Но уже в поселке Балахнинский и Артемовский. Проблему обсудили с представителем движения «За независимость Сибири» Станиславом Сусловым. То, что касается Иркутской области, точно такие же новостные данные могут быть, в принципе, по любой другой области России. Даже не что-то даже думать, что там это европейская часть или, например, Сибирь, да, в Урале. Ну вот, это может быть даже, в общем-то, достаточно недалеко от Москвы. Я думаю, там в пределах 100-150-200 километров от МГАТа вполне возможно такое же. Абсолютно. Ну, конечно, Сибирь, она отдаленная и она огромная. По словам Станислава, с дорогами в Сибири все плохо настолько, что родители отдают детей в интернаты. Состояние, в котором находятся даже основные дороги России. Ну, начнем с того, что Сибирь с европейской частью соединяет вообще одна дорога. Причем это не автобан, как мы понимаем, да, то есть мы в том понимании, как есть автобан. Это, ну, обычная дорога третьей категории, так она называется. Ранее жители обозначенных поселков могли попасть в город Бадайбо по мосту. Но в августе переправа закрылась на ремонт. Он был остановлен из-за дождей и нехватки стройматериалов. Люди оказались в полной изоляции. Туда не могут проехать скорая помощь и пожарные. В одном из микрорайонов нет аптеки. Что касается того, что там дальше, еще от Новосибирска, там, допустим, Кемеровской области, уже когда начинается движение в сторону Байкала, я думаю, там состояние еще более худшее. Потому что, ну, понимаете, это такие территории, которые для Москвы представляют интерес только с точки зрения выкачивания оттуда средств. То есть вот они берут ресурсы, которые там есть, их продают, получают на это деньги. А все, что касается реновирования, то есть каких-то поправок, дорог и так далее, и других коммуникаций, их это особо не интересует. Потому что все централизовано абсолютно. Кто же понесет ответственность за создание нечеловеческих условий жизни? Вопрос, как оказалось, риторический. На протяжении, ну, фактически десятилетий, начиная там с конца 90-х годов, да, там, с 2000-го года, так скажем, в момент прихода Путина и его хунты к власти, постоянно проводилась пропаганда, то, что вот вы помните там Вторую мировую, наши деды воевали, им было тяжело, нам тоже надо готовиться, затянуть пояса, как он говорил, например, постоянно готовиться к сложному, готовиться к тяжелому и так далее. То есть, с одной стороны, создавалась именно такая система психологическая, что вот именно с помощью пропаганды, что вот люди должны готовиться к тяжелому и переживать все сложности, потому что кругом враги. Местные направили обращение к губернатору Иркутской области в областную прокуратуру с просьбой дать водный транспорт или запустить новый автобус. В результате власти заявили, помогут лишь школьникам, у администрации нет денег. Как говорится, держитесь. У нас СВО. Чечня оказалась единственной из северокавказских республик в топ-десятке субъектов страны по наименьшему числу врачей на 10 тысяч жителей. Об этом сообщает портал «Кавказ.Реалии». А вот насколько проблема насущна, знает чеченский государственный общественный деятель Руслан Кутаев. Такая ситуация в Чеченской республике, она в принципе унаследована от Советского Союза. Чечена-Ингушетия занимала первое место в Советском Союзе по детской смертности. Союз развалился. Мы из-за этой последней строки, мы так и не поднимались. Это, конечно, характеризовало обурование врачебной помощи, и не столько помощи, сколько, скажем, лечения, профилактики и отношения к детям в Чеченской Ингушетии. Несколько лет назад вышли статистические данные, что Чеченская республика занимает первое место в Российской Федерации по онкозаболеваниям и по сердечно-сосудистым заболеваниям тоже. То есть инфаркты, инсульты в том числе и онкологические заболевания. По словам Руслана Кутаева, в Чеченской республике одной из главных проблем является сохранение и поддержание психического здоровья граждан. В сегодняшний день нет спокойствия ни для одной матери, которая имеет своих сыновей. Было время, скажем, призывного возраста, а теперь и до 60 лет мужчины, которых просто так абсолютно по надуманному предлогу могли бы забрать на передовую, бросить в войну. Это психологически убивает людей. И вот это все по совокупности там и, конечно, слабая медицина. Нет профилактики. Не из-за того, что хорошо лечат, люди живут хорошо, а из-за того, что проводят профилактическую работу именно вот эти организации здравоохранения, больницы, какие-то социальные службы, наверное, полный короб, перечень разных отношений для того, чтобы общество было здоровое. И вот почему Чеченская республика в этом отношении является и стоит на последнем месте, это прежде всего, это война, это тотальное насилие. В Чечне на 10 тысяч жителей лишь 11 профильных врачей, что похоже на намеренную и геноцидную практику. Война продолжается, борьба продолжается. Она ни одну секунду не остановлена. Периодически это вспыхивает, потом загасает, потом вновь возникает. Здесь однозначно все, что делает Кремль, все, что делает Россия, это направлено на уничтожение Чеченца. Здоровая нация, она бывает тогда, когда в глубинные проводятся мероприятия для того, чтобы оздоровить организм всего общества. Здесь, именно в этом направлении, все делается для того, чтобы этот народ был нездоровым. В целом, по данным Минздрава России, на 10 тысяч россиян приходится 15 профильных врачей. Если Запад примет решение использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, Россия, скорее всего, подумает о ядерных испытаниях. Аналитики Reuters уверяют, что подобные учения могут быть проведены где-то на востоке страны. Представители Республики Саха уже обеспокоены. Они в их лишь ротах московито проведут злочастные испытания. Об этом и о том, стоит ли миру бояться ядерной дубинки Кремля, поговорили с экс-офицером ГУР, идеологом сибирского батальона Владиславом Амосовым. Я не понимаю этих экспертов, которые говорят, что в Якутии могут испытывать ядерное оружие. Ведь испытание ядерного оружия – это целый комплекс работ, которые делаются, ну, туда тоже миллионы вкладываются, чтобы эксперимент прошел удачно. Это не просто взорвать бомбу, это оборудование, это защитные сооружения, это доступ авиации, доступ людей, как бы, ну, это сложный комплекс мер. И даже в нынешних реалиях провести испытания ядерного оружия – это очень дорого. Другое дело на Новой Земле, да, где скальный грунт, где все, ну, в принципе, все уже есть. Этот полигон давно действовал, и там, в принципе, там до сих пор воинская часть стоит. Между тем, Владислав считает, ядерная эскалация от РФ ждать не стоит. Красные линии не только у них, а красные линии и у Запада тоже есть. И они тоже прекрасно понимают, что они могут в любой момент эту страну уничтожить. Да, но и только их гуманизм, скажем так, спасает их от такой участи. Я считаю, что нет того количества боезарядов, нет такого количества носителей уже, нет такого ядерного паритета. По словам Владислава, Россия и без ядерной дубинки успешно уничтожает свой народ. Они уничтожают обычное население бедностью. Вот у них, как бы, самый лучший способ – это бедность. Оно надежнее патрона, оно надежнее взрывчатки и уж точно надежнее ядерного оружия. Сейчас уже идет дефицит во всем. Денег нету, воровать меньше не перестали. И потихонечку, потихонечку, ну, страна скатывается. При этом следует отметить, республика Саха является одним из богатейших регионов империи, а называется алмазным краем. Не для красивой метафоры. В Якутии обнаружили самый большой цветной алмаз в России. Вес этого чуда – 236 карат. И вот как выглядит Якутск, столица республики. А в рубрике «Кринж недели» – екатеринбургские школьники. Репетицию нападения в школах города провели без предупреждения детей и их родителей. При этом детей заставляли прятаться под парты, не объясняя ситуацию. И правильно, зачем вам здоровые психически в будущем дети, если страна и так, и так планирует отправить их на фронт? Это были главные новости из жизни коренных народов так называемой Российской Федерации. С вами была Анастасия Клитная. Увидимся в следующих эфирах на телеканале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин